Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. В этом ролике я покажу вывод монет PRISM с личного кошелька на бирже Rudex. Далее в ролике покажу обмен монет PRISM на USDT и вывод наличных на карточке. Также рекомендую просмотреть мой предыдущий ролик. Регистрируемся на бирже Rudex. Покупаем монеты PRISM. Выводим монеты на личный кошелек. Нажимаем на ссылку под этим роликом, чтобы перейти на биржу Rudex. Нажимаем на три полосочки в правом верхнем углу и выбираем депозит вывод. Ставим галочку «Я ознакомился с соглашениями» и у нас появляется продолжение страницы. Выбираем, что мы хотим внести. Выбираем PRISM и нажимаем на кнопку «Внести депозит». Опускаемся чуть ниже и читаем. Минимальная сумма ввода монет – 1000. Будете пополнять меньше – монеты просто пропадут. Биржа выдала вам адрес кошелька, на который нужно перевести монеты, и мемофразу, которую нужно вставить в окошко «Комментарии», чтобы ваши монеты зачислили именно в ваш аккаунт. Если вы не вставите эту мемофразу в комментарии, то монеты придут на расчетный счет биржи, а не на ваш аккаунт, и это создаст вам массу неудобств. Вам нужно будет создавать тикет в техподдержку и доказать, что это вы отправили монеты. Монеты вам зачислят, они не пропадут, но время вы на это потратите. Также монеты с вашего кошелька вы можете перевести на биржу по QR-кодам, которые вы видите рядом с адресом и мемофразой. В левой стороне мы видим сводку по депозиту. Мой текущий баланс на бирже в монетах призм равен нулю, так как я храню свои монеты только на своем личном кошельке призм, а на биржу вывожу монеты только для того, чтобы обменять их на фиат. Если вы храните любые монеты на любой бирже, значит вы отдали свои личные монеты в доверительное управление этой биржи. Значит у вас нет своих монет. Вашими монетами распоряжается только биржа. Любая биржа имеет право заблокировать даже вам вход в ваш аккаунт. И главное, монеты призм не приносят вам доход ни от парамайнинга, ни от хоржинга, если ваши монеты лежат на бирже. Вот смотрите, на этом кошельке на балансе лежит 110 тысяч 4 монеты. Открываем детали сделки и видим, что этот кошелек находится в холд периоде 6 дней. Закрываем и видим, что за 6 дней на этом кошельке напарамайнилось 71,5 монет. И на парамайнинге с каждой секундой увеличивается количество ваших монет, если вы держите эти монеты на своем личном кошельке. Если вы их держите на бирже, то эта прибыль вся уходит той бирже, на которой вы храните свои монеты. Так как вся суть заработка на призм заключается не в том, чтобы купить на бирже дешевле и продать дороже, как это все делают на биткоине, эфириуме и других криптомонетах. А чтобы вот эти монеты, которые у вас напарамайнились, обменять на бирже на фиат, оставив при этом тело 110 тысяч монет на балансе. Чтобы именно это тело приносило вам пожизненный доход. Вывели парамайнинг, тело оставили. Напарамайнились монеты, вывели опять то, что напарамайнилось, тело оставили. Всю прибыль от ваших монет, которые вы держите на бирже, биржа забирает себе. Поэтому монеты призм нужно держать только на своих личных кошельках, от которых парольная фраза «Только у вас», где только вы являетесь единственным владельцем ваших монет, без доверительного управления и без посредников. Как создать кошелек призм, смотрите вот эти ролики на моем канале. И не забудьте после пополнения кошелька сделать исходящую транзакцию на любой другой кошелек, чтобы создать 100% безопасность вашего кошелька. Копируем адрес кошелька биржи Rudex, нажимаем на эту синюю кнопку. Адрес скопирован. У кого установлен призм кор, то есть нода на личный компьютер, заходим в ноду, в свой кошелек, с которого будем выводить монеты призм. На этом кошельке 190 158 монет. За время холда, за 460 дней, на нем добылось, за счет форжинга и парамайнинга, благодаря сложному проценту, 90 000 монет, которые я сейчас и буду выводить. А тело, купленное для этого кошелька 460 дней назад, оставлю еще на 450 дней, а затем еще на 450 дней. И так до того дня, пока не подарю парольную фразу от этого кошелька своим наследникам. Если курс на призм упадет через 450 дней, значит получу фиата меньше. А если вырастет до 1 доллара и более, то это будет уже 90 000 долларов или даже больше. Крипторынок ведь непредсказуем. Сегодня цена падает, а завтра растет. Но в любом случае, это пожизненный пассивный доход, который никто и никогда не сможет заблокировать. И никто не сможет запретить. Нажимаем внизу на кнопку «Вывод». И в вышедшем окошке, вот сюда, вставляем этот адрес кошелька биржи. Сюда прописываем количество монет на вывод. 90 000. Теперь заходим опять на биржу Рудекс и копируем мемо-фразу, нажав вот на эту синюю кнопку. Мемо-фраза скопирована. Заходим в ноду, нажимаем на эту галочку, чтобы появилось окошко, для того, чтобы туда вставить мемо-фразу. Теперь вставляем парольную фразу лично от этого кошелька, чтобы подписать эту транзакцию. Пароль вставляется в зашифрованном виде, это означает 100% гарантию, что транзакция подписывается только на вашей стороне и пароль никуда больше не передается. Нажимаем на кнопку «Отправить». Время вывода 16 часов 0,4 минуты. Заходим на биржу, опускаемся чуть ниже, видим транзакцию. Монеты поступили 90 тысяч в 16 часов 16 минут, то есть через 12 минут после вывода. Если у вас нету ноды, то вы можете вывести монеты с онлайн-кошелька. Для этого заходите в кошелек, нажимаете на кнопку «Отправить», вставляете сюда адрес биржи, который вам дали. Затем переходите на биржу, копируете мемо-фразу, вставляете сюда, например, 100 тысяч монет. И вот сюда в комментарий вставляете эту мемо-фразу. Сюда вставляете пароль от этого кошелька и нажимаете на кнопку «Продолжить». Теперь на верхней панели нажимаем на слово «Биржа» и переходим в торговый терминал. Нажимаем здесь «ОСДТ» и выбираем «Призм». Открывается пара «Призм» к «ОСДТ». Рядом цена последней сделки. Опускаемся вниз. Два стакана «Купить» и «Продать». Опускаемся чуть ниже. В этом стакане мы видим, что по этой цене хотят купить 171 тысячу, по этой цене тоже 171. А в этом стакане мы видим цену на продажу и вот здесь количество «Призм». Так как я продаю монеты, поэтому я нажимаю вот на эту красную первую цену, и она тут же отображается в стакане на продажу. Сюда я ввожу не 90 тысяч, которые у меня есть, а третью часть. Например, 20 тысяч 500 на 26 ОСДТ. Нажимаю «Продать». Меня запрашивает вставить пароль от этой биржи. Вставляю. Он вставляется в зашифрованном виде и никуда более не передается. Нажимаю «Войти». «Подтвердить». «Заявка создана». И сразу же вижу, что моя заявка отображается в стакане другим цветом. Теперь нажимаю на вторую цену и вставляю сюда, например, 25 тысяч. Нажимаю «Продать». «Подтвердить». И мы видим, что во второй заявке появились мои монеты. И теперь у меня осталось 44 500 монет. Я их продам по третьей цене. Нажимаю на эту цену. Она отображается здесь. И вставляю сюда 44 500. 44 500. Нажимаю «Продать». «Подтвердить». Самое главное – задать себе вопрос. Вы хотите продать быстрее или вам важна ваша прибыль, которую вы ждали 450 дней? Переходим в свой аккаунт. Нажимаем «Активность» и видим размещение трех ордеров. 24 октября в 13.39, в 13.40 и в 13.41. Выполнение ордера в этот же день, 24 октября, в 16.51. Остальные заявки сработали в 17.55. То есть прошло 4 часа и все мои монеты были распроданы. Переходим на биржу. Опускаемся вниз. И видим, что на балансе у меня стало 117 ОСДТ. Нажимаем на три полоски здесь. Нажимаем «Депозит вывод». Опускаемся вниз. Ставим галочку «Я ознакомился». Появилось продолжение странички. Вот здесь выбираем то, что мы будем выводить. Я оставляю ОСДТ. Нажимаем «Вывод». Читаем. Нажмите кнопку ниже, чтобы открыть вывод ОСДТ через ТРОН или ТРЦ-20. Мы будем выводить через ТРЦ-20. Нажимаем «Вывести сейчас». Запрашивает сумму. Вставляем. 117. Снимется комиссия. 3 ОСДТ. И на адрес, который мы сейчас сюда введем, переведется 114 ОСДТ. Выводить я буду через платформу BestChange, на которой зарегистрированы самые популярные обменники. Вы отдаете. Находим ТРЦ-20. Нажимаем. В графе вы получаете. Вы можете выбрать, например, через электронные деньги, на кошелек U-Money, PerfectMoney, Kiwi, PayPal, Advanced Cash, в долларах и рублях. В Payer, также в долларах и рублях. А также можете перевести на свои карточки. И здесь указаны банки. На Сбербанковскую карту, Альфа-Банк, Тинькофф, БТБ, Privat24. Я выбираю Visa MasterCard, Белорусские рубли. И вот он мне создает несколько обменников. Выбираю самый верхний обменник, потому что на нем самый выгодный курс. Смотрю, какой у него есть резерв. Отрицательных отзывов 0. Положительных отзывов 537. Нажимаю. Меня перебрасывает на дополнительную страничку этого обменника. Автоматически выходит чат. Я вставила сумму 114 ОСДТ. В белорусских рублях это будет 357,96 рубля. Эту сумму копировать. И вставляю в конвертер валют. Вставили. В долларах это будет почти 112 долларов. Открываем обычный калькулятор. Вбиваю сюда 117 долларов. Минус 112. Равно. За весь обмен я потеряю всего лишь 5 долларов. Опускаемся ниже. Сюда вставляем номер вашей карты. Сюда вставляем ваш e-mail. Далее. Введите ответ. 6 минус 1 будет 5. Дальше нажимаем. Ставим здесь галочку. Согласен с правилами. И можете поставить. Не запоминать введенные данные. И после этого нажимаем на кнопку «Обменять». Обязательно прочитайте правила. Для перевода вам отведено 15 минут. Сделать нужно несколько шагов. И вот здесь внизу в подвале написано, что с понедельника по пятницу работает 24 на 7. В субботу и воскресенье свободный график. Я ввела все данные. Поставила галочки. Нажимаю на кнопку «Обменять». Меня перебрасывает на страничку «Создать тикет». Проверяем все, что нам здесь написали. Опускаемся вниз. Нажимаем на кнопку «Я прочитал и согласен с условиями». Кнопочка загорелась. Нажимаем «Создать заявку». Идет обработка. Пожалуйста, подождите. Нам создали ИД заявки. Данная операция производится в полуавтоматическом режиме. Ожидание средств в течение 15-30 минут. Проверьте реквизиты перед совершением оплаты. Опускаемся вниз. Статус заявки «Принято». Ожидает оплаты клиентам. Перейти к оплате. Нам выдали адрес. Можно отправить по QR-коду. Я же копирую адрес. Нажав вот на эту кнопочку. Скопировано. Теперь я перехожу на биржу Rudex. И ввожу сюда адрес. Нажимаю «Вывести». Нужно ввести пароль. После того, как вставлю сюда пароль от биржи, нажму на кнопку «Войти». Монеты тут же списались. Осталось 0,22 ОСДТ. Нажимаю «Аккаунт», «Активность» и видим, что в 20.31.28 октября был совершен вывод на 117 ОСДТ. В обменнике заявка ID 30318 в статусе «Выполнено» и перевод состоялся 114 ОСДТ в 357 рублей 96 копеек на белкарту. А в 20.46.28 октября 2023 года 357 рублей 96 копеек белорусских поступило на карточку. То есть прошло буквально 15 минут. И если на бирже Rudex торговая пара призм привязана только к ОСДТ, то на бирже NetExtrade торговая пара призм привязана к российскому рублю. Выводить рубли можно прямо с биржи на карточке. А при вводе рублей на эту биржу комиссия вообще не берется. То есть 0%. Это очень выгодно и очень удобно. Смотрите мой ролик «Как зарегистрироваться на этой бирже NetExtrade». Ссылка для регистрации находится в описании под роликом. На этом у меня все. Всем удачи. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите свои отзывы в комментариях. С вами была Валентина Cinema 2.